В этом видео я хотел вам показать очень интересные места. Это северная часть республики Саха, Якутия, а конкретно Усть-Янский район. Здесь, чем характерны эти места? Здесь находится очень много озер, четкой, круглой или овальной формы. Я не берусь делать каких-то поспешных выводов, однако тематика моего видео, что территория Тартарии, великой страны, была атакована, причем разными способами, затоплением или же оружием наподобие ядерного. Я, например, считаю, что вот эти места были атакованы большим количеством оружия, похожего на ракетное. Все эти озера, их здесь достаточно много и очень многие располагаются на таких местах, которые можно считать или же какими-то укреплениями, или же крепостью, или же строениями различной формы и даже поселениями. Начнем с того, что находится севернее, с двух островов. Это Большой Лиховский и Малый Лиховский. Про них в Википедии сразу скажу, ничего особо не сказано. Вот мне показался подозрительным остров Малый Лиховский, потому что здесь четко посередине располагается озеро, практически овальной формы, еще одно поменьше, и зеленая область только здесь в середине. Может быть это зависит от воды, которая здесь находится. Конечно здесь много рек, но в основном здесь гористая и достаточно пустынная местность, судя по снимкам. Такое ощущение, что этот остров был просто весь сожжен. То есть здесь ничего не осталось. Но посередине, четко посередине располагается озеро. В Википедии сказано, что он имеет плоскую форму. То есть вот эта поверхность, она практически вся ровная. Это небольшое отступление. Теперь перейдем с вами к теме видео. Немножечко покажу озер, которые здесь имеют именно круглую форму. Вот одно из них. Какие-то не подписаны даже. Вот еще. То есть они просто не подписаны. Хотя название наверняка имеют. Вот это остров Большой Лиховский, на котором также имеются воронкообразные озера. Но самое большое их количество именно располагается на большей территории Республики Саха. Из космоса это все выглядит примерно вот так вот. То есть вот такой вот треугольничек. Даже ошибся. Вот так вот это идет. Тут даже видна линия. Контур просматривается. Тут вот захватывает. Самое большое скопление озер именно в северной части. И что нам говорит Википедия, например, об большом озере Бустах. Читаем. Крупное пресное термокарстовое озеро. На севере Якутии. Так. Все. Находится на севере Яно-Индигирской низменности на побережье моря Лаптевых. Площадь составляет 249 километров. Тип питания. Снежно-дождевой. Покрыто в сентябре и по июнь льдом. Богато рыбными ресурсами. Так вот. Термокарстовое озеро. Вот этот термин меня заинтересовал. И смотрим, что это такое. Термо. С греческого тепло. Процесс неравномерного проседания почв. И подстилающих корных пород. В следствии вытаивания подземного льда. Просадки земной поверхности, образующиеся при протаивании льдистых мерзлых пород и вытаивании подземного льда. И внимание, что здесь сказано дальше. На это я хочу обратить ваше внимание больше. В результате образуются воронки. Вот это слово очень бросается в глаза. Воронки, провалы, аласы, золь. Внешне напоминающие карстовые формы рельефа. Так, смотрим, что такое. Что такое воронки. Карстовая воронка. Наиболее распространенная карстовая форма рельефа. Умеренных широт. Замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров. В диаметре от нескольких метров до десятков метров в диаметре. Воронка образной формы. От колодцев и шахты отличаются тем, что кверху расширяется. В принципе, воронка такой формы и имеет. И изучением карстовых воронок занимается карстовая видимость. Образование карстовых воронок связано прежде всего с наличием карстующих горных пород. По особенности происхождения гвоздецки выделяют треслые генетические типы карстовых воронок. Значит, один тип поверхностного выщелачивания коррозационные за счет выноса выщелоченной на поверхности породы. Провальные воронки путем обвала свода подземной полости. Воронки просасывания карстово-суффазионные. Путем вымывания и проседания рыхлых покровных отложений в колодце и полости карстующегося цоколя. Вот как. Так, ну, как я помню, все-таки природа не имеет обыкновения создавать правильные формы геометрические. В том числе и круглые. Хотя, конечно, это намного кажется проще, потому что проседает и получается вот такая ровная поверхность. Но, если породы, а породы никогда не могут лежать равномерно, поэтому хочется сказать, что и вытаивание все-таки будет происходить неравномерно. Однако же здесь мы наблюдаем очень много идеально круглых озер, вот этих воронок. Слово воронки там имеется, но объясняется оно по-другому. То есть это они нам преподносят, как вытаивание. Вот такой вот правильной формы. Причем много. Овальной формы, правильной, круглой формы. Вот. Что нам хочет сказать Википедия. А теперь смотрим, что можно обнаружить здесь. Ну, например, вот это вот не совсем озеро, а вот некая территория. Так, вот это, между прочим, похоже на поселение. Тут даже очень видны именно какие-то строения, стены. То же самое можно сказать вот про это место. Здесь даже видны каменные сооружения, мегалитические. Я их потом покажу. В правее располагается их огромное количество. А в данном месте я бы, меня заинтересовала очень вот эта вот область. Даже... Даже из космоса, как бы, с более высокого расстояния видно, что она выделяется. Ну, само вот это озеро самое большое в густах. Но вот эта зона очень выделяется. И что же мы тут видим? Тут в ряд располагаются сразу три объекта. Самый крупный посередине и по краям поменьше. Их здесь я вижу четыре даже. Четыре образования. И можно немножечко порисовать теперь. Что они из себя представляют. Значит, в крайнем левом объекте имеются озера. И они правильной овальной формы. То есть контуры здесь вот очень заметны. Если дальше посмотреть, что-то подобное, может быть, еще можно найти. Например, вот тут. Складывается впечатление, что здесь располагались какие-то строения, огражденные. Имели какое-то предназначение. Что интересного располагается вот здесь вот. А здесь находится огромное количество именно каменных строений разрушенных. Мегалитических. Самое такое показательное, мне кажется, вот это вот место. Вот. Комплекс каменный. Просто вот виден, что вот в ряд стоят они. И здесь. Посередине. То есть. Очень похоже на какие-то сооружения культового плана. А вот это вот место. То есть видно, что вот в ряд стоят, как стеной камни. И в середине находится воронка. То есть если предположить, что это было селение. Или же культовое сооружение. То удар был нанесен четко посередине. Вот. Здесь идеально круглая воронка. Здесь опять же овал. Идеально круглая. Здесь вообще целый комплекс. Вот этих сооружений. И стена по вот этому левому краю. Вот еще места. С каменными. Вот этими комплексами. Надо сказать, что и республика Саха. То есть Якутия. Славится своим огромным количеством мегалитов. Что видно вот здесь. Вот очень даже четко. Вот. А давайте-ка с вами посмотрим, что изображено в этих местах, на старых картах. Считаю, нужно посмотреть. Есть ли какие-то обозначения. В Википедии сказано, что острова Малый Лиховский и Большой открыл в 1770-х годах Иван Ляхов. Поэтому в данный момент мы смотрим карту 1575 года. И здесь ничего такого нету. Написано Монгол. Монгол. Карта 1646 года. Джона Бассау. Предлагает нам вот такой вот вид этого места. Опять написано Монгол. Даргу. И для сравнения мне бы хотелось показать вот здесь Ладожское и Онежское озеро, а также Белое озеро. Забегая вперед, хотелось бы еще показать очень интересную карту 1705 года. Николас Дефен. Так, здесь видно Ладожское и Онежское озеро, а также Белое озеро. Я хочу Ваше внимание обратить на него, потому что здесь оно имеет другую форму. Продолговатую. В современном виде оно выглядит круглым озером. И еще хочу обратить Ваше внимание на то, что везде всегда город Вологда пишется достаточно крупным шрифтом. То есть, выделяется как значимый город. Чего нельзя сказать ни про Санкт-Петербург, ни про Москву. Карта того же Николаса Дефен 1722 года. Очень красиво выполнена. Что она нам предлагает? Вот это место. То есть, вот река Лена. Я по ней ориентируюсь. И что мы здесь увидим? Здесь очень много рек. Есть какие-то поселения. Но озер как видите нету. Вот какое-то одно показано. Но такого количества озер здесь нету. Что же можно наблюдать в другой области? Опять же видим и Ладожское озеро. То есть, это уже ближе к Москве от Ладога город. Онежское озеро и Белозеро всегда указано. а также располагающиеся рядом с ним малые озера. Вот само Белозеро. То же самое можно сказать про карту 1724 года. Филипп Бьячи Белозеро на месте Вологда тоже. А также уже знакомые нам Ладожское и Онежское озера. Тут Вологда от Белозера. Везде на всех старых артах оно изображено как продолговатое. Карта 1740 года Джан Батиста Альбизи. Вот туда же можно найти сразу это место, которое я рассматриваю с вами в фильме в этом. Ну, ничего такого характерного, никакого множества озер здесь не указано. И снова карта 1746 года Георг Луис Т. Руш. Белозеро такой же продолговатой формы ничего не поменялось. Почему я заранее показываю, потому что сейчас мы его будем смотреть на карте. Смотрим карту 1748 года. Николай Беллин. Николас Беллин. Вот это место. Много рек есть. Якуты написаны. А еще хочу обратить ваше внимание на на именование этой области Самоеды другой, которая находится западнее. Карта 1755 года. Опять же вот в этом месте никаких озер. Даже этого самого крупного озера Бустах. Его нигде нет. Не указано. Карта 1766 года. Луис Брис де Ля Йор. Извините, что за мой английский. Вот так вот я произношу имена как написано. В этом месте карта 1766 года. Опять же наблюдаем ту же картину. карта 1772 года. Деннис Деберот. Вот это место вот оно примерно треугольничек. Ну здесь опять не видно никаких озер. Это уже атласы идут. Атлас 1780 года. Карингтон Боулис составил. Юкагири. То есть это область проживания Юкагирь. Самоеды за немного левее располагаются. Все это северные широты. Сибирь. Русская Тартария. Да кстати это место вот место вот территории республики Саха входила в государство Сибирь. Очень очень долго. Проживали здесь Юкагири другие народы. Но вот что здесь располагалось опять же непонятно. Опять что мы видим на карте 1780 1886 года. Огромное название на весь на всю нашу территорию которую мы сейчас знаем. Russian Empire то есть Русская Империя и Сибирь так и есть название. Они отделены. То есть это две можно сказать разных страны. Ну обычно слева так вот отделялась Европа. Снова видим название Юкагири но никаких озер тут не наблюдаем. И озера Ладожское и Онежское все-таки отмечено даже маленькие. появляется Москва достаточно четко обозначено. В Сибири всегда значимым является город Тобольск. Ну это развернутая карта 1794 года Вильям Феден Снова здесь видим что ничего нету никаких озер Карта Атлас 1795 года. Снова наблюдаем здесь Сибирь как государство ничего примечательного той области которая нас интересует. Карта немножечко другая уже это не Атлас а именно карта. Юкагири Нету этого названия. В данной области в данной же области которую мы рассматриваем не видно никакого количества озер но множество рек присутствует. Карта Атлас 1799 года снова Юкагири Коритов Тут очень много названий которые сейчас не сохранились я искал и не мог найти хотя бы что-то похожее река Лена она всегда указывается на этом месте то есть здесь люди проживали население было но такого количества озер в конце восемнадцатого века не наблюдается и снова смотрим уже указанное мною белозеро вот оно на месте также под долговатой формы и больше всего мне понравилось которое очень похоже на современные карты это карта Генри Тисдейл Тисдейл 1852 года то есть середина 19 века в этой области ну она очень плохого разрешения четкости вернее но опять же не наблюдается здесь никакого большого количества вот этих озер а теперь смотрим современную карту вот они наши любимые Ладожское Нежское озеро и посмотрите на форму озеро белое хотелось бы заметить что много мест много озер имеет вот такую структуру что один круг за ним следует другой то есть такое ощущение что концентрические круги расходятся в сторону как при взрывной волне или даже несколько взрывов а вот тут вот вообще смотрите прямоугольная форма четкая как будто ее вырезали вот отсюда вот еще интересное место посередине можно сказать островок по краям это вот круг здесь вот вода тоже самое рядом есть такое место объект ну вот это вот тоже мне очень заинтересовал объект в середине ровный круг как отверстие отворонки правильная правильная вот еще обратите внимание здесь вот правильный круг и большего диаметра тут тут даже уже не видно с этой стороны тем не менее контуры есть чем не воронка вот еще один тут эпицентр то есть можно предположить что все-таки эпицентр и вот это вот крайняя граница взрыва да куда достигла взрывная волна а тут вообще несколько было таких взрывов и таких мест тут много вот еще линии расходятся в стороны тут неправильная форма что вот это было непонятно но такое ощущение что вот как бы при взрыве огромном вот во все стороны вот эти вот лучи и концентрические круги ну и небольшое дополнение в конце фильма остальная информация будет будут будет будет в других сериях вот снова показываю место где очень много строений каменных здесь здесь в данном месте видно что подряд три взрыва то то есть это было высокоточное оружие которое наносило удары туда куда именно точечно нужно было нанести их тут подряд три удара видно и еще очень небольшое но ценное замечание если смотреть то есть отдалить подальше и вот пониже посмотреть большую местность то видно например что вот тут вот видны линии абсолютно параллельные причем не только вот эти две достаточно на большое расстояние тянутся можно даже измерить допустим от края берега до озера 125 километров но вот эти же линии похожие на располагаются еще и ниже тут вот контур так идет здесь они опять идут другие уже линии не всегда параллельны но их прямое направление усматривается вот тут вот тут вот тут тут прямая то есть как бы прямые углы и вот тут например в данном месте можно заметить большого диаметра круг и в середине вот этот поменьше ну естественно поменьше круги разные ну на этом пока все я очень хотел бы узнать что вы думаете по этому поводу но моя точка зрения остается такой что здесь просто таки была массированная огромная атака оружием очень похожим на ракетным свидетельством чему воронки разных диаметров после чего образовались озера или вот такие вот местности с такими контурами правильными пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока и как пока пишите м что это Продолжение следует...